и послушаем сегодняшнее послание. Я хочу, чтобы вы приняли во внимание всё, что я вам сейчас скажу. Давайте начнём со 2 главы 3 послания от Иоанна. Извините, со 2 стиха 3 послания Иоанна. Слава Богу! Преуспевание, которое даровал нам Христос. Почему я так назвал сегодняшнюю проповедь? Преуспевание, которое даровал нам Христос. Что мы с вами знаем? Мы знаем, что Иисус Христос умер на кресте, и когда Он умер, то Своей кровью заплатил за наши грехи, верно? Он Своей кровью заплатил за наше исцеление, правильно? Он заплатил за нашу праведность, верно? Позвольте мне спросить вас. А на кресте Иисус решил проблему бедности? Он решил проблемы греха, болезни и решил проблему бедности, верно? Разве мы полагаемся на свои усилия в том, что касается прощения грехов? Нет, это не проблема. Нет, эта проблема была решена на кресте. Мы уповаем на то, что Иисус делал на кресте, верно? А насчет исцеления? Мы верим, что сами победим болезнь? Нет, но верим в то, что Иисус делал на кресте, верно? Мы уповаем на Христа в вопросе прощения, грехов и исцеления, но не делаем этого в вопросе бедности и нищеты. Церковь пришла к состоянию, когда мы больше уповаем на принципы преуспевания Я не говорю, что они плохие Вы можете уповать на собственные усилия и применять все это вместо того, чтобы доверить этот вопрос Богу Ведь Иисус приобрел для нас преуспевание Иисус приобрел на кресте преуспевание Это завершенное действие Такое же, как исцеление Такое же, как избавление от зависимостей Преуспевание То, что приобрел для нас Иисус И оно доступно людям точно так же, как доступно спасение Оно доступно людям точно так же, как доступно исцеление Преуспевание доступно людям Но мы тратим время на то, чтобы потрудиться, чтобы получить финансовое процветание Как будто бы оно не принадлежит нам Поэтому я хочу, чтобы мы кое-что сделали Давайте примем это послание Как атаку на религию И пусть Бог использует вас для того, чтобы этот мир увидел истину Иисус Господь всей нашей жизни, а не каких-то отдельных ее областей Иисус все совершил, аминь Он Господь всех сфер нашей жизни Итак, откроем место Писания Начнем со 2 стиха 3 послания от Иоанна Это место вам хорошо знакомо Возлюбленный Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя Прочитаем в расширенном переводе Возлюбленный Молюсь, чтобы ты преуспевал во всем, и чтобы твое тело было в здравии Как и насколько я знаю, и душа твоя здравствует и преуспевает Я так обрадовался, когда увидел, как начинается это место Писания Возлюбленный Что это значит? Для того, чтобы у меня было преуспевание, я должен верить Бог любит меня так сильно, что даст мне его просто так Я верю, что Бог любит меня настолько, что простил все мои грехи Точно так же я верю, что Бог любит настолько сильно, что исцелил меня Что подарил мне свободу от зависимости Первое основание Я должен верить в любовь, которую Бог имеет ко мне Каждый из вас возлюблен Богом Аминь? Послушайте Меня Бог предупредил о некоторых вещах Он сказал, что в следующие два года будут происходить странные, опасные события Бог сказал Не забывай, всегда помни о том, что я люблю тебя Тебе необходимо верить в любовь Которую я тебя возлюбил Это первое Второе, Он сказал Помни, что ты праведен передо мной И никогда не сомневайся в том, что твоя праведность по вере — это дар Третье Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно И пусть оно не отвлекает твое внимание от того, что я уже совершил для тебя Слово «возлюбленный» Для меня это уже не просто слово «Возлюбленный» — это тот, кто любит Бога Я тот, кто любит Богом Основание моей веры — это знание, что я любит Бога Основание того, во что я верю — это знание, что я любит Бога Я знаю, что Бог исцелит меня и обратит внимание. Я знаю, что Бог уже даровал мне исцеление. Обратите внимание, я знаю, что Бог уже даровал мне исцеление, и я принимаю верой это исцеление. Вы понимаете? И я знаю, что ранами Его я исцелился, потому что я любим Богом. Я знаю, что Бог простил мне все грехи Настоящие, прошлые и будущие Мне незачем испытывать вину и осуждение Потому что я знаю, я возлюбленный Божий человек Бог говорил об Иисусе перед тем, как Ему пойти в пустыню Иисус крестился в воде, после чего был голос с небес «Сея, Сын Мой возлюбленный» В котором Мое благоволение Когда христианин принимает откровение о том, что он возлюбленный Божий Тогда его вера начинает работать на него Ведь ваша вера работает, потому что вы знаете Вы возлюбленный Божий человек Я знаю, что Бог любит меня И поскольку Бог меня любит Я верую, принимаю то, что Иисус приобрел для меня на кресте Я знаю, что Бог любит меня Если в какой-то момент вы подумаете, что Бог вас не любит Тогда тут же придут мысли Он не исцелит меня, Он не избавит меня И Он не даст мне преуспевания Так что если говорить о преуспевании То первое его основание такое Я верю в то, что Бог любит меня бесконечной Безусловной, вечной любовью Именно в этой области дьявол будет атаковать вас всю оставшуюся жизнь Смотри, Бог не любит тебя Он обвиняет в этой ситуации тебя Он обвиняет тебя Нет-нет-нет, Бог любит меня Скажите это Бог любит меня Я возлюбленный Я возлюбленный Хорошо, смотрите, что говорит апостол Иоанн во втором стихе Возлюбленный, молюсь, чтобы ты преуспевал во всем Чтобы ты преуспевал во всем Преуспевать во всем Для меня это значит, что преуспевание не ограничено чем-то одним Преуспевать во всем Это значит, что я могу преуспевать не только в финансах Но также я могу преуспевать во всех делах рук Я могу преуспевать в состоянии моей души Я могу преуспевать в своем браке Я могу преуспевать как родитель Я могу преуспевать в своем бизнесе Это значит, что я буду успешен в любых занятиях в своей жизни Итак, тут сказано Возлюбленный, молюсь, чтобы ты преуспевал во всем И чтобы твое тело было в здравии Таким образом, здоровье вашего тела Это тоже разновидность преуспевания И для того, чтобы быть здоровым Вам необходимо верить в то, что Бог любит вас Я принимаю исцеление от Бога, потому что верю, что я возлюбленный Я здоров, и это воля Божья Чтобы я был здоров, и я в это верю Дальше смотрите Апостол говорит, что преуспевание во всем В том числе и в здоровье Зависит от того, позволите вы или нет преуспевать своей душе Преуспевание души Вы здесь сегодня Потому что вы признаете Если и быть преуспеванию во всех сферах моей жизни То начаться оно должно вот здесь Кто-то решил сегодня не пойти в церковь Но если вы будете отсутствовать на этих трех занятиях И не будете преуспевать вот тут То не будете преуспевать нигде Потому что второе основание преуспевания человека После того, как он поверил, что возлюблен Богом Это позволить своей душе преуспевать Душа — это то, где расположены ваш разум Ваша воля и ваши эмоции Человек есть дух Он обладает душой И живет он в физическом теле Душа — это то место, где вы думаете Где вы чувствуете И где вы делаете выбор И необходимо, чтобы она преуспевала Каковы мысли человека в душе его, таков и он Необходимо, чтобы душа преуспевала На самом деле, все, что вы имеете Вы получили только на основании того, что вы об этом знаете Исцеление вы получаете на основании того, что вы о нем знаете Избавление вы получаете на основании того, что вы о нем знаете Основание успешного брака — знание Основание вашего финансового преуспевания — тоже знание Основание вашего успеха — знание. Я буду проводить эти три занятия не для того, чтобы внедрить ещё какие-то новинки. Их у нас достаточно. Пришло время открыть истинную причину преуспевания нашей души. Есть причина, почему люди говорят, «Ранами его я исцелился», и при этом каждый год болеют гриппом. Они не знают, что исцеление уже даровано. Им просто надо в своём разуме прийти к осознанию реальности. «Исцеление уже есть. Мне надо перестать пытаться получить то, что у меня уже есть. Скажите, у меня есть вера в то, что Иисус всё совершил для меня». Они проповедовали Евангелие нищим. Евангелие от Матфея, 11 глава, 3, 4 и 5 стихи. Значит, есть что-то в знании, понимание о том, как всё работает. Люди не хотят инвестировать время в знания. Я вам говорю, если вы будете применять то, чему я буду учить вас эти три семинара, ваша жизнь начнёт меняться. Давайте я вас спрошу. С тех пор, как вы стали слышать послание о благодати, ваша жизнь изменилась? Вы сами изменились? Много чего изменилось, не так ли? Не знаю, как у вас, но такой жизни, как сейчас, у меня никогда раньше не было. Она не стала совершенной, но тем не менее. В следующие три семинара я дам вам информацию, которая изменит ситуацию с вашими финансами и не только. изменится не только ваша финансовая сфера, изменятся все области, где вам необходимо преуспевание, включая и финансовую. Сегодня мы будем закладывать фундамент. Я верю, что возлюблен Богом. Второе, для того, чтобы пришло преуспевание, надо настроиться не только на то, что я буду говорить, но и на то, что будет говорить Дух Святой. Потому что за каждой проповедью — слово от Бога. За каждым словом, за каждой проповедью — слово от Бога. И меня интересует, что Дух Божий скажет вам на этом собрании. Что Он проговорит вам? Я могу говорить и говорить, но Дух Божий может вмешаться и сказать, «Скажи это и это». Что Он скажет лично вам? Потому что духовный прорыв произойдет благодаря тому, что скажет вам Он. Ключ к духовному прорыву — не то, что скажу вам я, но то, что скажет вам Дух Божий. Ничто не заменит Открытой Библии и молящегося сердца. Я не хочу, чтобы вы забыли об этом. Ничто не заменит Открытой Библии и молящегося сердца. Задумайтесь, поразмыслите об этом утверждении. Какую пользу я получаю от Открытой Библии и молящегося сердца? Знаете, что у меня есть? Теперь я в той позиции, чтобы получить самое важное, что только могу — наставление и направление от Господа. Но есть что-то в Открытой Библии и молящемся Духе. Ничто этого не заменит. Ничья-то хорошая книга, не мои проповеди. Есть что-то в Открытой Библии и молящемся Духе. Прежде чем начнёте слушать мои записи или читать книги, помните, что есть сила в Открытой Библии и молящемся Духе. Хотите знать о преуспевании? Оно начнётся с Открытой Библии и молящегося Духа. Вы не хотите тревожиться и паниковать из-за того, что не знаете, как оплатить счета? Открытая Библия и молящийся Дух покажут вам, как оплатить счета. Вы слушаете меня? Хорошо. Это первое. Перед началом учения надо было много чего сказать. Следующее, что я хочу, чтобы вы услышали. В 38 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна сказано, что из нашего чрева потекут что? Реки воды живой. Вау! Потекут из моего чрева. Это сказано о Духе Святом, верно? Как я сказал в начале, если мы научимся следовать за рекой, она приведёт нас туда, куда нам надо прийти. Из нашего чрева текут реки живой воды. наставление придёт из вашего Духа. Дух Святой даст вам наставление. Слово придёт из вашего Духа. Дух Святой даст вам Слово. Он скажет, что нужно делать. Когда вы говорите, я слышу голос Божий, это река, текущая из вашего чрева. Когда вы говорите, Дух Святой ведёт меня, это река, текущая из вашего чрева. Я вам хочу напомнить, что под этим заветом благодати мы должны иметь личные отношения с Господом Иисусом Христом. Мы должны позволить Ему руководить нами, и это руководство — река. Из нашего чрева потекут реки воды живой. Бог даёт нам наставление. Следуй за рекой. Он говорит вам, где эта река. Она внутри вас. Наставление внутри вас. Река говорит вам, иди туда. Ты не знаешь, почему, но следуешь за этой рекой. Давайте я покажу вам реку в жизни Иосифа. Сегодня мы будем говорить об Иосифе. Это была не очень приятная река. Она началась, когда Иосифа бросили в ров. Изорвая река, привела его на рынок, где он был продан в рабство. Иосиф понятия не имел, куда эта река приведёт его. С этого рынка он попал в дом Патифара. Затем, в доме Патифара, он был обвинён его женой и оказался в темнице. Пока что мне не нравится, куда эта река ведёт меня. Но мы должны понимать, я подчиняю себя руководству реки, я буду следовать её течению и не буду пытаться плыть против. Многие из нас, христиан, хотят преуспевать до тех пор, пока Дух Святой не попросит нас что-то сделать. Мы должны следовать за Ним. Следовать за рекой. Река куда-то ведёт нас. И прямо там, в темнице. Я хочу, чтобы вы знали, откуда пришёл прорыв. Прорыв был наградой за то, что произошло, пока Иосиф спал. Это произошло, когда Иосиф пребывал в покое. Он пришёл к пониманию тогда, когда не было никакой борьбы. В темнице. Иосиф получил истолкование сна фараона. И в конечном итоге, река привела Иосифа к его предназначению. Он стал одним из самых могущественных людей в Египте. Запланировать такое невозможно. Мне кажется, что ваше тяжёлое время — это стартовая площадка во время преуспевания. Мы не можем говорить о преуспевании, пока вы не поймёте, что за него нужно заплатить. А цена — это очень проста. Следуй за Христом. Помните сказку «Волшебник страны Оз» «Иди по дороге из жёлтого кирпича». 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 Она куда-то вела. Из вашего чрева потекут реки воды живой. Позвольте мне показать, что будет, если вы станете следовать за рекой. Откройте книгу псалмов. Надеюсь, что вы пришли сюда не для того, чтобы услышать ещё одну формулу процветания. Ещё несколько принципов. Если сделаешь то и это, у тебя будут деньги. Надеюсь, что вы пришли сюда не для этого. Вы здесь потому, что вам нужен Иисус, верно? Смотрите. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Первый псалом. Не знаю, почему, я не знаю, сказал вам, какой псалом открыть. Первый псалом. Я очень рад. Когда я начал проповедовать, этот псалом стал моим фундаментом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Я стал размышлять над этим. Итак, благословенный человек — это тот человек, который не обращает внимания на слова тех, кто не знает Иисуса. Я не хочу сидеть в собрании развратителей. И знаете, что иногда делают христиане? Они сидят в собрании нечестивых мужчин и женщин. Но в законе Господа — воля Его. Мы сейчас под заветом благодати, и потому воля наша в Евангелии. Понятно? Но в Евангелии воля Его. И о Евангелии размышляет он день и ночь. Вот о чем речь. Он размышляет о Евангелии день и ночь. Он размышляет о Евангелии день и ночь. Поймите это место, мы еще вернемся к нему. Это как раз связано с вашим преуспеванием. Этот человек размышляет над Евангелием. Вот что я сказал Богу. Господь, я не позволю, чтобы Слово Твое отходило от очей моих. Знаете что, дорогие, в буквальном смысле я должен видеть Слово Божье каждый день. Если я не буду видеть Слово Божье каждый день в моей жизни, будет чего-то не хватать. Мне нравится, как сказал брат Коплинт, «Воспоминание о сытном обеде на прошлой неделе не сделает тебя сытым сегодня». Надо есть каждый день. Воспоминание о пище не сделает вас сытым. Воспоминание о пище никого не накормит. Вы помните, что вы ели на прошлой неделе, что бы это ни было, но сегодня оно вас не насытит. Размышляйте над Словом Божьим день и ночь. Послушайте, у вас есть Библия, и вам надо каждый день изучать Слово Божье. Как каждый день вы едите пищу, так каждый день вам необходимо вкушать Слово Божье. Я не позволю, чтобы Слово отходило от моих очей. Я должен читать, изучать Слово Божье. Для чего я это делаю? Я делаю это по причине духовного голода, и потому что благодаря Слову я буду преуспевать. Смотрите. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Дерево. Дерево, посаженное при потоках вод. Дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Почему? Потому что надо следовать за рекой. Дерево, посаженное при потоках вод. Дерево, посаженное при потоках вод, приносит плод. Листь его не вянет, потому что дерево при потоках вод. И эти потоки вод. Река. Это то, что говорит Бог. Это то, куда Бог направляет меня. Следуй за рекой. Оставайся у реки. Дерево растет при потоках вод. И если вы будете следовать за рекой, оставаться у реки, если из вашего чрева текут реки живой воды, и вы следуете за рекой, которая течет из вашего чрева, если вы следуете Божьим наставлениям, тот факт, что нечто соответствует Писанию, совсем не значит, что надо это делать, если Бог не сказал об этом. С этим бывает проблема. Мы обращаемся к Слову Божьему, читая место Писания, но для того, чтобы знать, что делать, вам необходимо водительство Духа Божьего. Наша проблема в том, что мы читаем написанное, но пренебрегаем голосом Божьим. Я приводил вам свидетельство одного человека. Однажды это служитель, и его жена направлялись в церковь, и Дух Божий сказал ему, «Подожди пять минут, не выезжай сейчас». Но он подумал, «Господь говорит мне подождать пять минут, но ведь Библия говорит, что я под его защитой». Он поехал, попал в аварию, и чуть не лишился жизни. Почему? Потому что он руководствовался написанным. В то самое время, как автор написанного, в то время, как автор написанного сказал ему, «Подожди пять минут, Дух Божий не изменяет Слово Божье, а просто объясняет, как использовать его». Мы все можем преуспевать во всём. Но нам необходимо понимать, как быть деревом, посаженным при потоках вод, которое приносит плод свой, лист которого не вянет. Всем понятно, что я говорю? Хорошо. Вернёмся к утверждению о том, что ничто не заменит открытой Библии и молящегося Духа. Вы не сможете преуспевать благодаря тому, что услышите хорошее слово от меня или другого проповедника. Если вы хотите преуспевать, то вам необходим Спаситель, вам необходимо уповать на Иисуса. Вам надо приходить к Богу, открывать Библию, молиться в Духе и следовать за рекой, которая течёт из вашего чрева. Слава Богу! Кто-то скажет, «Я думал, он имеет в виду молитву на языках». Да, это тоже относится к утверждению об открытой Библии и молящемся сердце. О, Иисус, слава Богу! Слушать Бога, читать Слово Божье, в этом такая сила. И она приведёт нас к преуспеванию, которого мы никогда раньше не видели. А дьявол это ненавидит. Он весь год пытается уничтожить меня. Но я продолжаю следовать за рекой. Итак, это преуспевание, в центре которого находится Христос. Не будет полноценного преуспевания, если в центре не будет Христа. Иисус должен быть центром исцеления. Он должен быть центром нашей праведности, центром нашего избавления и центром нашего преуспевания. Успех в каждой области вашей жизни приходит по незаслуженной благодати, дамы и господа. Это не ваша заслуга. Вы поняли, что я только что сказал? Успех в каждой области вашей жизни, как христианина, приходит по незаслуженной благодати. Это не ваша заслуга. Призыв к пробуждению. Церковь наша выросла не благодаря моим великим проповедям. Вы что, серьезно? Некоторым своим проповедям я сам удивляюсь, откуда это взялось. Это благодаря незаслуженной благодати, а не вам. Смиряет, правда? Подумайте обо всем добром, что произошло в вашей жизни. Это случилось не благодаря вам. О, брат Доллар, но разве не должно быть другой части, которую делает сам человек при том, что первую часть делает Бог? То есть человек старается изо всех сил, а Бог доделывает остальное? Бывает, что вы так говорите. Разве не должно быть в жизни моей части и части, которую делает Бог? Я стараюсь как могу. И Бог доделывает остальное? По-моему, так должно быть. Нет, не должно. Почему? Потому что если мы будем постоянно это делать, то постоянно будем возвращаться к закону. Делая такое, мы возвращаем людей к Ветхому Завету, к Завету Закона. А в 4 главе Послания к Галатам говорится, что Иисус пришел, чтобы искупить нас от Закона. Почему в Послании к Галатам сказано, что Иисус пришел, чтобы искупить нас от Закона? Давайте-ка откроем эту главу. Почему же при том, что Иисус искупил нас от Закона, мы хотим вернуться к Нему? Послание к Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. Давайте прочтем 4 и 5 стихи вместе. Готовы? Читаем. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от Жены, подчинился Закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Расширенный перевод. «Чтобы приобрести свободу, заплатить выкуп, искупить, выкупить бывших под Законом, чтобы нам быть усыновленными, чтобы сыновство было даровано нам». Быть искупленными буквально значит, что Иисус заплатил цену, заплатил выкуп. Искупление значит избавление. В данном случае Иисус заплатил за нас выкуп. Он купил нам свободу. Мы были в рабстве Закона. А Иисус купил нам свободу от Закона. Вы уже слышали эти мои слова? Он купил нам свободу от Закона. Завет Закона гласит, «Будешь поступать хорошо, и будет тебе добро». И Он же гласит, «Будешь поступать плохо, и будет тебе зло». Так сказано в книге Второзакония. «Если будешь соблюдать заповеди, тогда всё это доброе будет происходить с тобой. Но если не будешь, тогда с тобой будет происходить всё плохое». Так происходило при Завете Закона. «Будешь поступать хорошо, и будет тебе добро». «Будешь поступать плохо, и будет тебе зло». Так происходило при Завете Закона. Просто возьмите и прочтите любое место из Ветхого Завета. Повсюду Бог говорит, «Сделаешь свою часть, и Я сделаю свою». Но в то же время, не сделаешь свою часть, тогда и я не сделаю свою. Такое повторяется снова и снова. В эти последние времена мы создали церковь. Мы создали церковь, которая вернулась к закону и стала действовать по нему. А ведь Иисус заплатил цену, чтобы избавить нас от закона. На самом деле, если прочесть это местописание в контексте, то мы видим, что Иисус заплатил цену, чтобы искупить свой еврейский народ от закона. Если вы не евреи, то вам даже и не следует... А зачем вы вообще как-то ассоциируете себя с законом? Каким образом вы оказались связанным с законом? Ведь вы не евреи. Единственный завет, который Бог когда-либо давал язычникам, — это Новый Завет. И мы не знаем, как действовать согласно Новому Завету, потому что мы увязли в законе Моисеевом. Как мы можем говорить сегодня относительно преуспевания, «У меня есть часть, и у Бога есть часть». Если мы будем делать свою часть, тогда Бог будет делать свою. Мы будем стараться сделать, что сможем, а Бог доделает остальное. Такое на слуху всё время. Это религиозное мышление, от которого я стараюсь освободить людей. Но плоть любит иметь свою часть. Знаете почему? Чтобы было чем хвалиться, во второй главе послания к Ефесинам, Писание говорит, «Каким образом мы спаслись? Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Какую часть вы имеете в том, чтобы заслужить спасение? Никакой. Вы получили его по Божьему благоволению, не так ли? Это и значит, благодатью вы были спасены благодаря Божьему благоволению, которого они заслужили. Да, вы поймите, если бы я в тот вечер не пришёл в церковь, но это и произошло по благоволению Божьему. Но и это произошло по благоволению Божьему. Вы шли в ад и устали от своей жизни, а Бог по своему благоволению спас вас. Что вообще вы могли бы сделать, чтобы заслужить быть спасённым? Такое же отношение пусть будет у вас и относительно преуспевания. Что вы вообще можете сделать, чтобы преуспевать? Вам надо ответить на этот вопрос. Когда вам задают его, вы начинаете приводить свои духовные заслуги. Ну, во-первых, благодаря тому, что я плачу десятину. А кроме десятины, я дал вот ещё сколько денег. Но что вы вообще могли сделать? Понимаете, благодать, сделавшая для вас доступным спасение, сделала для вас возможным и преуспевание. Но вам надо убрать с пути свои заслуги. Ведь в том, что касается благодати, вы смешиваете благодать и закон. Вы делаете то же самое, что сделал Авраам. В одно и то же время в его доме был и закон, и Исаак. Библия говорит, ничего не произойдёт, пока ты не изгонишь рабыню и сына её из дома. Я вам скажу, почему ваше преуспевание не работает как должно, потому что в вашем доме рабыня и её сын. Вы пытаетесь преуспевать на основании Нового Завета, на основе благодати, но у вас не получается, потому что вы смешиваете благодать с законом. А что сделал Авраам для того, чтобы преуспевать? Посмотрите, всё, что Авраам получил от Бога, он не заслужил. Вспомните ситуацию с Авимилехом. Бог спас Сару из этой ситуации. Авраам в той ситуации солгал. Если преуспевание Авраама зависело от его добрых дел, то Бог дал преуспевание тому, кто лгал. Сам Авимилех сказал. «Ты зачем солгал мне? Почему не сказал, что это твоя жена? Посмотри, что происходит с моей семьёй!» И Бог не только использовал Авраама для того, чтобы удалить проклятие с дома Авимилеха, когда Авраам попросил Бога сделать это, но Бог использует, если угодно, лжеца, чтобы сделать это. Я никоим образом не оправдываю ложь, а просто хочу показать вам, что не благодаря сделанной им части Авраам получил преуспевание. Авраам получил преуспевание благодаря незаслуженному благоволению Божьему, благодаря тому, что Бог сказал «Ходи передо Мною, я буду твоим Богом, я буду благословлять тебя, и ты будешь благословением для других». Со стороны Авраама только и нужно было, что сказать на это «Да, хорошо». Или иначе «Хорошо, я верю». Единственное, что сделал Авраам для того, чтобы быть праведным, он поверил Богу. То же самое он сделал, чтобы быть преуспевающим человеком. Он сказал «Я верю». Мы применяем много мест Писания и принципов о преуспевании, но при этом не верим в то, что преуспевание — это воля Божья для нас, потому что приходит дьявол и говорит «Преуспевание не от Бога». Что делают эти люди, как это проповедуют Евангелие преуспевания? Не существует никакого Евангелия преуспевания, есть только одно — Евангелие благодати. И если верующий будет преуспевать, то это потому, что Бог дал ему благодать и благоволение. И вот свойство благодати Божьей. Она предназначена для всех людей. Она пришла для всех людей. Но не у всех людей есть вера. То есть вера у них есть, но они не используют ее. Благодать доступна любому человеку. Поэтому вы не можете сказать, что Бог дает преуспевание одним и не дает другим. Нет, Бог излил свою благодать на каждого человека. А потому преуспевание доступно каждому человеку. Я просто не верю в то, что Бог хочет дать нам преуспевание. Знаете, мирские люди смотрят на верующих и говорят, какие же они глупые. Как можно служить Богу, который ответственен за то, что маленький ребенок живет на улице, и ему нечего есть? Как можно служить Богу, который ответственен за то, что все эти люди умирают в больницах? Как можно служить Богу, который ответственен за ужасную нищету в трущобах? И вы говорите, что все это делает Бог? Даже у одержимого бесом человека, который не знает Иисуса и никогда не ходил в церковь, у него больше здравого смысла, чем у некоторых христиан. Даже такие люди знают, что все перечисленное не от Бога. Они знают, что Бог никак не может быть причиной того, что какой-то ребенок голодает. Вы что, серьезно думаете, что за преступлениями против детей стоит любящий Бог? Вы думаете, что любящий Бог стоит за тем, что маленькие дети умирают из-за того, что у них нет чистой воды? Вы серьезно? Даже у неспасенных людей иногда больше мудрости. Мы так часто притыкаемся, потому что ищем еще одно правило, еще одно предписание, и забываем, что любящий Бог такого делать не может. Бог не является автором бедности. Он любит вас. А вы хотите сказать мне, что это Он стоит за тем, что вас выселяют из дома, и вам некуда идти, потому что Он хочет вас чему-то научить? Нет. По-вашему, это Бог стоит за той страшной болезнью, которая убила вашего ребенка? И за этим стоял любящий Бог? Вы подумайте, даже без цитаты из Писания, подумайте, как это совмещается, любящий Бог и весь этот ужас. Нет. Любящий Бог хочет, чтобы я преуспевал. Сколько лет мы слышим, не обращайте внимания на то, что говорит этот Краффлодоллар. Он только и делает, что говорит о деньгах. Но ведь у вас нет денег, а Бог хочет, чтобы было хоть сколько-нибудь. Любящий Бог хочет, чтобы у вас были деньги, потому что Он устал видеть, как вы живете в нужде в то время, как Он все для вас приготовил. Как бы вы чувствовали себя, будучи родителем? Вы каждый день готовите обед для своего ребенка, обед в холодильнике, а ребенок говорит, нет родительской воли на то, чтобы я ел. Да нет, просто он не хочет разогревать еду, не хочет сделать это сам. Нам необходимо задуматься. Давайте я покажу вам из послания к евреям, что будет, если вы будете продолжать жить под законом и смешивать его с благодатью. Моя часть и Божья часть. Нет, так было под законом. Под законом у Бога была своя часть, а у вас — своя часть. Под законом вы старались как могли, а Бог делал все остальное. Ветхий Завет — это Завет Закона. А в Новом Завете, я показывал вам из 8 главы послания к евреям, как Бог сказал, «В этом Новом Завете я не буду заключать с вами соглашение. Я не буду заключать с вами соглашение такое, как в Первом Завете». В Прежнем Завете, когда вы были неверны, я не мог быть верным вам. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 13 стих. Я хорошо запомнил это местописание. Там ясно говорится, что при этом Новом Завете, даже если вы неверны, Бог остается верным вам. Вы хотите, чтобы я снова сказал об этом? Я не против того, чтобы повторить эту тему. Я сделаю это для вас. Потому что вы не знаете. Я стремлюсь поступать так, как поступал бы Иисус. А те из вас, кто слышал и понял эту проповедь, тоже что-то почерпнут для себя. Откройте послание к евреям, 8 главу. 6 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях». Здесь говорится, что Иисус — посредник ходатай лучшего Завета. Хорошо, мы поговорим вот о чем. Завет Закона пришел через Моисея. Закон пришел через Моисея. А Завет Истинной и Благодати пришел через Иисуса. Автор говорит, что Завет, этот Новый Завет, лучше, чем Ветхий Завет. Почему? Потому что при Завете Закона он, Закон, был совершенен, но мы не были совершенными. Закон есть закон. Например, скорость — не более 90 км в час. Вы не можете сказать, «Разрешите мне ехать чуть быстрее». Закон есть закон. Он совершенный. Библия говорит, что люди должны были исполнить весь закон. послание Иакова 2.10. «Если вы нарушили закон в одном, вы нарушили весь закон. Так что если вы живете по закону и не исполнили его в одном, вы виновны в нарушении всего закона. Если вы живете по закону и при этом работаете в субботу, вы нарушили закон. Если вы на 4 июля делаете барбекю из свиных ребрышек, вы нарушили закон. Весь закон вы исполнить не можете. Вам необходим Спаситель». Иисус пришел и исполнил весь закон. В 8 стихе Бог говорит, «Я дал вам Новый Завет. При Ветхом Завете я был связан, так же, как и вы. В Ветхом Завете вы не могли исполнить свою часть, и я не мог сделать все, что хотел. Этот Завет служил определенной цели. Завет Закона привел людей к положению, когда они поняли, своими усилиями с этой задачей нам не справиться. Завет Закона показал тщетность ваших собственных усилий, и вы, наконец, признали, «Мне необходим Спаситель». Где эта дама? Вам понятно? Хорошо. Я по вам буду определять, задерживаться нам на этой теме или нет. Если вы поймете, пойдем дальше, а если нет, будем оставаться на ней весь вечер, и у нас будет хорошая причина превысить лимит времени. Хвала Господу. Итак, здесь говорится, «Чем лучше вам ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях, ибо если бы Первый Завет, автор говорит о Завете Закона, был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». А в чем был недостаток Первого Завета? Мы не могли исполнить его. Мы не могли исполнить его весь. Восьмой стих. «Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу». Что? Новый Завет с Домом Израиля и с Домом Иуды. Обратите внимание, девятый стих. «Я заключу Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете Моем. Я пренебрег их, говорит Господь». Иными словами, Бог говорит, «Я заключу новое соглашение, Новый Завет, и он будет не таким, как прежний». Послушайте это место в расширенном переводе. «Это будет не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы помочь избавить и вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том Моем соглашении с ними, и потому я перестал благоволить им и пренебрег их, говорит Господь». Бог говорит, «Смотрите, что тут происходит». «Я не буду снова заключать такой завет, что делаемое вами будет определять то, что сделаю я». Этот завет больше не будет таким, что если вы будете неверны мне, то и я не буду верен вам. Вы можете себе представить, насколько это волнует Бога? Он говорит, «Я верный Бог, но я ограничен тем, что делаете вы». Но больше я такой завет заключать не буду. И когда люди возвращаются к жизни по закону Моисееву, когда они платят десятину согласно закону, молятся и делают всё прочее по закону, они возвращаются к завету, который не лучше, чем этот. Они обращаются к старому соглашению, вместо того, чтобы обращаться к новому. В этом новом соглашении верность Бога не основывается на нашей верности Ему. Второе послание к Тимофею, вторая глава. Тринадцатый стих. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». В расширенном переводе, «Если мы без веры, не верим и неверны Ему, он остаётся верным своему слову и своему праведному характеру, ибо себя отречься не может». В шестой главе послания к евреям Библия говорит, что Бог поклялся собой, потому что нет никого больше, чем Он. Долгое время у нас не было полноты понимания этого местописания. Бог дал обещание и клятву себе. Бог дал обещание и клятву самому себе. Это обещание и клятву Бог дал для того, чтобы исполнить соглашение Нового Завета. А соглашение — это такое. «Я напишу закон на вашем сердце. Я напишу его на вашем разуме. Я буду вашим Богом. Я буду учить вас знать Меня». Соглашение Нового Завета в том, что Бог говорит, «Я буду вести вас своим духом, а не тем, что высечено на камне». «Я буду вести вас посредством реки, которая будет течь из вашего чрева». «Я буду действовать в вашем духе, давать вам наставления и говорить, что вам делать, когда вы не будете знать, что делать». «Я покажу вам, как разбираться в любой ситуации». «Вы все разные, но каждого из вас я буду учить, что конкретно делать в каждой ситуации». «Это не будет общее указание, которое я даю всем, но я буду работать с каждым из вас, лично, индивидуально, и я буду говорить вам нужные слова, чтобы вы смогли сделать то, что необходимо сделать». Он говорит, «Но я не смогу этого сделать, если вы увязли в законе». «Я хочу показать вам систему навигации, которая адаптирована к вам». «Но я хочу, чтобы у вас были отношения со мной, чтобы мы могли говорить один на один». Богу нужны личные отношения с нами, чтобы Он мог говорить с нами. Личные отношения с нами, чтобы вести и направлять нас. Предоставим ли мы свою жизнь Богу, чтобы Он мог вести нас и говорить с нами. «Я так рад, что теперь, когда я молюсь, то слышу Господа, отдай 10% суммы». Хорошо, я так и сделаю. Однако я, взяв услышанное, на прошлой неделе, не применяя это к нынешней, я спрашиваю, «Господь, сколько мне отдать?» Он говорит, «Я хочу, чтобы ты отдал 50%. Хорошо, классно». Приходит следующая неделя, я спрашиваю Бога, «Сколько мне отдать на этот раз?» И Он говорит, «Отдай всю сумму». Слава Богу. Что я делаю? Я позволил Богу быть неотъемлемой частью моей повседневной жизни, включая и мои финансы. Поэтому я отдаю деньги не для того, чтобы Бог что-то для меня сделал, но отдаю в зависимости от Бога, который говорит мне, сколько отдать. Я полагаюсь на Бога в том, что Он покажет мне, сколько отдать. Я не полагаюсь на свое даяние. Вам понятно, о чем я говорю? Не полагаюсь на Него ради того, чтобы побудить Бога что-то сделать. Нет, нет, нет. Бог уже все сделал. Он уже обеспечил мне преуспевание. Теперь я нуждаюсь в руководстве и водительстве Божьем. Мне надо следовать за рекой, чтобы быть как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и преуспевать во всем. Я говорю Богу, «Я по Твоим руководствам. Ты показываешь мне путь, и я не хочу упустить обучение, которое Ты даешь мне». Однако есть христиане, которые так жить не хотят. Им комфортнее жить по плоти. Дайте мне закон, напишите, что я должен делать, и я сделаю. Дайте мне мою часть задачи. Вот что они хотят делать. Но Бог отвечает, «Не-а». Нет, ты не понимаешь. Я давал часть людям в прежнем завете, и смотри, к чему это привело. Теперь я дал обещание самому себе. Ты можешь быть выгодоприобретателем всего того, что я обещал тебе. Ты можешь быть выгодоприобретателем завершенных дел Иисуса Христа. Просто не мешай мне. Я буду верен независимо от того, будешь ли ты верен или нет. Я буду верен тебе, даже когда ты не будешь верен мне. И когда я явлю свою благость тебе, когда ты неправильно поступишь в отношении меня, то моя благость к тебе приведет тебя к покаянию. Я буду проявлять к тебе только благость. Почему я могу это делать? Потому что все наказание за грехи я возложил на своего сына, Иисуса Христа. Мадам, вам теперь это понятно? Поняли? Она сидит там с таким видом. «О, Господь Иисус!» Хорошо. Откройте девятую главу послания к евреям. Как это называется, когда вы продолжаете пытаться чего-то добиться своими собственными усилиями? Как это называется, когда вы продолжаете возвращаться к Ветхому Завету Закона? Послание к евреям. Девятая глава, тринадцатый и четырнадцатый стихи. Давайте прочтем вместе. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телиции через окропления освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то, коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорощного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел до служения Богу живому и истинному. Послушайте, что говорит Писание. Раньше я этого не понимал. Весь закон и все собственные усилия выкропили кровью тельцов и козлов, чтобы осветиться, и вам приходилось делать это часто. Так, насколько больше, насколько мощнее кровь Иисуса, очищающая вашу совесть? Послушайте, что тут сказано от мертвых дел. Дела, основа которых собственные усилия Писание называет «мертвые дела». А дела, основа которых доверие Богу как своему источнику — живые тела. Вы видите разницу? Мертвые дела — это всегда дела плоти. Писание говорит, что кровь Иисуса очищает вашу совесть и ваше мышление от мертвых дел. Религия глубоко вложила неверное мышление в ваш разум. Когда вы не уповаете на Бога как на источник вашего преуспевания, вашего исцеления, вашего избавления, вашего спасения, когда вы пытаетесь что-то делать, чтобы все это заслужить своими усилиями и трудами, когда вы пытаетесь что-то делать, чтобы заслужить Божье благоволение, все это называется «мертвыми делами». Почему? Потому что кровь Иисуса очищает вашу совесть. А вы пытаетесь использовать кровь животных для того, чтобы справиться с тем, с чем справиться может только кровь Иисуса. Упование на собственные усилия, чтобы заслужить благоволение Божье, это мертвые дела. Упование на собственные усилия, чтобы заслужить благоволение Божье, называется «мертвыми делами». Желание Божье в том, чтобы вы полагались на незаслуженное благоволение Иисуса. Дамы и господа, сегодня существует такое понятие христианской жизни, что основа ее — то, что вы делаете и чего не делаете. Но христианство не должно основываться на том, что вы делаете и чего не делаете. Христианство никогда не должно было быть религией. Его значение — быть частью Нового Завета, когда у вас отношение с Духом Божьим, который наставит вас на всякую истину. Когда вы во всей полноте примете то, что Иисус сделал для вас, дела будут даваться вам без всяких усилий.